Гомель Гомель мог удваивать преимущество, когда Круглого с ленточки выбил Сезар. Витебск наказал команду Невинского. Дебютант высшей лиги, 18-летний Баранок остался без присмотра перед воротами Садовского и головой пробил в противоход. Ничья 1-1. Лидер таблицы Батэ отправился в недалекое путешествие в Жодино. Главным событием первого тайма стал не гол или опасный момент одной из команд, хотя на 41-й милич пробил головой в перекладину и до взятия ворот не хватило пары сантиметров, а красная карточка игроку Батэ. Все тот же Нейманье сначала получил первую желтую за споры с арбитром, а потом схлопотал вторую за грязный подкат. Вялые попытки открыть таки счет во втором тайме не увенчались успехом ни для одной из команд. Батэ теряет очки во второй раз в сезоне. Первая осечка случилась в Белклассика. РЦОР БГУ и Минск подошли к матчу восьмого тура в статусе команд, делящих третью строку таблицы. Студенты были ближе к голу в первом тайме, чего стоит двойной суперсейв Козлова на 23-й, когда его отчаянно пытался пробить Абдихоликов. Зато на 56-й галкипер Минска оконфузился в куда более безобидной ситуации. Пас-заброс свиреп и превратился в голевой удар. На 73-й Козлов допустил еще одну ошибку. В попытке выбить мяч он кулаком попал в голову Грищенко. Кульбаков тут же указал на точку. Абдихоликов забил, хотя вратарь и прыгал куда надо. Девятый гол в чемпионате укрепил Бабира в статусе лучшего снайпера лиги. 2-0. РЦОР БГУ побеждает Минск и выходит на второе место. Серьезно буксующая и пока не знающая радости побед Брестская Динамо Ковальчука принимала Белшину, которая пока с высшей лигой справляется лучше, чем многие ожидали. И на 54-й Бабручане отличились. Василий двумя касаниями обработал мяч, а третьим из-за пределов штрафной эффектно пробелся мука. Не прошло и двух минут, как динамовцы отыгрались. Решкевич убрал защитника и плотно выстрелил в ближний. Денисенко коснулся, но не спас. 1-1. И для Бреста, и для Белшины это четвертая ничья в чемпионате. Гвоздцы тура на стадионе «Строитель» забивали золотой и бронзовый призеры минувшего сезона. Динамо могло закрепиться на второй позиции, а «Шахтер» планировал продолжить карабкаться к вершине таблицы. Горняки забили в середине второго тайма. Правда, черняк забрался во вне игры. Все решилось в компенсированное время. Шевченко подает, а Гречиха играет рукой в штрафной. Пенальти хладнокровно исполняет вышедший на 80-й Дарбо. 1-0. С таким счетом «Шахтер» побеждает в третьей игре подряд. На игровое воскресенье оставалось три матча восьмого тура. Первый из них проходил на стадионе «Городской» в Молодечно. Вечно голодные волки хотели поживиться гостями из Мозыря. Те были против. В первой половине «Славия» била чаще и опаснее «Ислачи», а забивать подопечные Мартиновича начали во второй. Сначала капитан «Славии» Бугулов сработал на добивании, а на 69-й «Кобец» мастерски сыграл на острие. 2-0 победа, позволяющая «Славии» обойти «Ислачи» Гомель и подняться в верхнюю половину таблицы. Самой результативной в туре получилась игра в Слуцке. В других матчах не было больше двух голов, а здесь сразу четыре. Первый и, пожалуй, самый красивый мяч на пятой минуте забил Вергейчик. Нападающий Сахарников эффектно и эффективно пробил через себя. Занимающий последнее место Днепр отыгрался уже на 10-е. Марков с близкой расстрелял Броновца. Еще более невероятным начало этой встречи сделал Глебко. Он забил головой после подачи со штрафного Концедайловым. Кстати, перед началом игры Сергей получил награду за лучший гол чемпионата в апреле. Следующего гола пришлось ждать до 80-й минуты. Он получился немного курьезным. Игрок Днепра быстро ввел мяч в игру и Гусев сравнял счет 2-2. Могилев добывает второе очко, а Слуцк теряет 2 балла там, где не планировал. В Гродно Неман и Арсенал завершали программу восьмого тура. Гродницы с учетом кубковой неудачи в Борисове потерпели три подряд поражения. А дружина из Держинска вместе с Дресским Динамо и Могилевским Днепром все еще не побеждала. Не получилось и в воскресенье. Неман забил по голу в каждом из таймов. На 42-й Адамович отличился в первом же своем матче за Гродно. А на 93-й Жуковский сработал на добивании. В ближайшую субботу Валерий будет отмечать 38-й день рождения. 2-0 в пользу Немана. На экране все результаты восьмого тура Беларусьбанк Высшей Лиги. В таблице Артур БГУ отстает от Ботэ на 4 очка. На один балл меньше у Шахтера и Минского Динамо. В зоне вылета Днепр и Держинский Арсенал. Если завершить чемпионат прямо сейчас, то Брестскому Динамо придется играть переходные матчи. На этой неделе состоятся 6 из 8 игр 9-го тура. Два поединка Гомель-Торпедо-Белас и Батэ-Слуцк перенесены на конец июня из-за участия Рыси и Желто-Синих в финале париматч Кубка Беларуси.